Всем привет! С вами Смирнов Скул и сегодня мы поговорим про пиксель-арт. Пиксельные иллюстрации обладают особой эстетикой. У многих они вызывают теплое чувство ностальгии. Возник пиксель-арт на заре гейминга как вынужденное решение. Дело в том, что память 8 и 16-битных компьютеров и игровых консолей тянуло только изображение в низком разрешении. Приходилось рисовать спрайты с ограниченным количеством пикселей и цветов. Технологии развивались и постепенно необходимость в такой графике отпала. Однако пиксель-арт не канул в небытие. Он оформился как полноценный визуальный стиль, который многим полюбился. Самые известные пиксельные игры Castlevania, The Last Knight. Популярна также игра Undertale и Dead Cells. Они отличаются очень красивой графикой. Пишите в комментарии, если играли в какую-нибудь из них. Пиксель-арт делают не только для игр. Автор под ником Gijotto создает атмосферные иллюстрации, в основном пейзажа. Ограниченная палитра, приглушенные цвета и низкая контрастность придают его работам таинственности. Художник Wallenberg работает над пиксельными гифками. Он использует яркие неоновые цвета и тематику киберпанка, а вдохновляется японскими авторами. При первом взгляде на пиксель-арт может показаться, что для рисования в этом стиле не нужно знать никаких основ живописи, перспективы, светотени и все в этом духе. Но это, конечно, не совсем так. Например, в игре A Link to the Past перспектива не играет важной роли. Однако разработчикам пришлось заморочиться с ракурсами, чтобы создать ощущение объемности пространства. Художник Джессон Перри говорит, чем лучше вы усвоите основы рисования, тем круче будет выглядеть ваша работа. Это применимо к любой художественной сфере. Конечно, низкое разрешение в пиксель-арте может закамуфлировать огромное количество ошибок. Но как только вы доберетесь до высокого разрешения или до анимации, все недоработки станут очевидны. Поэтому сперва займитесь основами. Например, можно начать с нашего курса основы CG-рисунка. Разберемся с тонкостями рисования перспективы, светотеней, материалов. Это пригодится и в пиксель-арте, да и вообще везде. Оп, а вот и скидочка. В каких же программах рисуют пиксель-арт? AC Pride. Профессиональный редактор. Здесь куча функций, включая возможность анимации. Но главный минус, конечно же, программа платная. Йо-хо-хо, ребята. Graphics Gale. Очень популярный бесплатный редактор, в котором сделаны многие игры. Здесь много специальных функций, вроде управления палитрой, выборочного стирания цвета и так далее. Если решите порисовать в одной из этих программ, то заглядывайте в описание. Там, конечно, будут ссылочки на них. Кстати, Photoshop тоже используется для создания пиксельной графики. Правда, изначально он для этого не предназначен, поэтому придется установить специальные плагины. О, кажется, мы кое-кого забыли. Есть еще один редактор, в котором можно рисовать пиксель-арт. Вы точно его знаете. Та-ра-та-там! Это старый добрый пейнт. Да, некоторые профессиональные художники работают в пейнте. Например, Дмитрий Каримов и Александр Веткин, который финлал. На нашем канале выходил стрим с ними, если хотите, можно посмотреть его по всплывающей подсказке. На вопрос, почему пейнт, Дмитрий отвечает, а почему бы, собственно, и нет. Ведь нужный для пиксель-арта функционал в этой программе есть. Конечно, Photoshop лучше и удобнее, но иногда вполне достаточно чего-то попроще. Ставь лайк, если освоение цифрового рисунка тоже начинал с пейнта. Этот стиль требует большой внимательности. Художник должен сосредоточиться на том, где разместить каждый пиксель. Это кропотливый и медитативный процесс, порой занимающий долгое время. По словам Дмитрия Каримова, пайплайн рисования зависит от задач. Но в любом случае подготовительная часть обязательно, поэтому делайте предварительные эскизы, наброски в цифры или на бумаге. А вот как предлагает рисовать пиксельные иллюстрации художник Петро Медейрос. Сначала делаем контур. Очерчиваем форму объекта. Заливаем базовыми цветами. Начать можно с темных цветов, постепенно добавляя более яркие. Затем намечаем светотень внутри объекта. На этом этапе количество цветов все еще ограничено. Рисуем падающую тень. Добавляем мелкие детали и теперь в ход идут дополнительные цвета. В финале нужно подредактировать формы, усилить тени и блики. При необходимости делаем сглаживание контура. При рисовании пейзажей можно начать рисовать с больших цветовых пятен, а потом постепенно детализировать. Петро начинает с дальнего плана. Например, небо или гор. Затем он добавляет здание на среднем плане и силуэт человека на переднем. Такой порядок позволяет лучше понять, как подобрать цвета и масштаб объектов. Ну, конечно, головная боль пиксель-арт художника – это зазубрины и неровности. Как нарисовать красивую кривую? Количество пикселей на каждом шаге кривой увеличивается, а затем уменьшается или наоборот. Зазубрины – ошибки в этой логике. Если размер шага резко меняется, то это надо, конечно, исправлять. Петро Медейрос советует сглаживать особенно острые края. Но как это сделать? При помощи цвета. Если использовать полутона, случится эффект сглаживания. Однако нужно знать меру, если переборщить с полутонами, силуэт получится слишком размытым. Также избегайте эффекта полосатости. Для этого достаточно изменить направление градиентов или не делать градиент вовсе. В конце концов, мы работаем с ограниченной палитрой. Одиночных пикселей тоже лучше избегать. Так работа будет лучше читаться. Конечно, в отдельных случаях одиночный пиксель – это эстетическое решение или элемент дизайна. Плоские области должны иметь в основном однородные цвета, а изогнутые области должны менять цвет только в направлении наклона. Края объекта лучше не затемнять. Рисование пиксель-арта напрямую связано с анимацией. Дмитрий Каримов рассказывает, как анимировать из пейнта. Делаем ряд фреймов, на одном из них рисуем кадр. Копируем изображение на соседний фрейм. Изменяем его под следующий кадр для анимации. Снова копируем, снова редачим. Все это перекидываем в программу, которая делает гифки и тестируем. Вуаля, анимация готова. Сделать пиксельную анимацию можно и в фотошопе. Для этого не понадобится вторая программа, достаточно воспользоваться функцией покадровой анимации. Это в окне таймлайн. Туда загружаются отрисованные кадры и устанавливается длительность каждого. Можно зациклить изображение. Что ждет пиксель-арт в будущем? Дмитрий Каримов считает, главный минус пиксель-арта в том, что он практически нигде кроме пиксельных игр не нужен. Однако Дмитрий уверен, что пиксель-арт в геймдеве не умрет и не выйдет из моды. Это устоявшийся стиль, у него есть свои поклонники. Пиксельные арты существуют с начала гейминга и их существование с тех пор не прекращалось ни на минуту. Джейсон Перри придерживается похожей позиции. Он говорит, ниша пиксель-арта в 2D играх достаточно узкая, но при этом для художников возможности море. А у вас есть любимые художники или игры в стиле пиксель-арт? Может быть пробовали сами рисовать в этом стиле? Рассказывайте в комментариях. Ну и конечно ставьте 8-битное сердечко, если ролик понравился. А если хотите узнать обо всех тонкостях пиксель-арта как визуального стиля, то обратите внимание на наш стрим с Максом Кнехтом, вот здесь по подсказке. На этом у нас все, увидимся в ТОПах Ардстейшн.